Коронавирусная пандемия – самое обсуждаемое явление за последние несколько десятков, а может и сотен лет. Он везде заразил экономику, закрыл границы, парализовал целые отрасли, загнал людей в дома и изменил привычки сотен миллионов людей. Повышенный интерес к вирусу рождает необоснованную и неподтвержденную официальными источниками информацию, быстро становящуюся сплетнями и слухами. Недавний из них комментирует цеховой врач-терапевт Дания Мустафина. Уважаемые алмалыкчане, по состоянию на 6 апреля 2020 года эпидемиологическая ситуация в Алмалыке стабильная. Случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено. В Алмалыке ходят слухи о том, что из города Ташкента будут помещаться в инфекционную больницу больные с заболеванием коронавирусной инфекцией. Эти слухи не обоснованы, поскольку здание инфекционной больницы города Алмалыка с 2019 года находится на реконструкции. Больные, которые нуждаются в госпитализации, в консультации, направляются в инфекционную больницу города Ахангарана. В настоящее время 2327 человек, которые были за рубежом, а также контактировали с ними, и все эти лица были взяты на домашний карантин. По состоянию на 6 апреля 2020 года 2318 человек уже были выпущены из-под домашнего карантина. На домашнем карантине находится 9 человек. Поскольку еще карантин не снят, лица, которые находятся на домашнем карантине, они будут находиться под наблюдением врачей. Среди лиц, которые были на домашнем карантине, заболевших коронавирусной инфекцией не выявлено. По прогнозам Минздрава, в ближайшие 10 дней возможно повышение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Поэтому хотелось бы обратиться к жителям нашего города, стараться без нужды не выходить на улицу. Если приходится посещать какие-то места, соблюдать дистанцию 2 метра. Посещать только аптеки, продовольственные магазины, если это необходимо, посещать какие-то медицинские учреждения. И соблюдать все необходимые санитарно-эпидемические меры по профилактике коронавирусной инфекции. Берегите себя, оставайтесь дома.